Привет, зрители! Я так давно не снимала, управляя телефоном. Там, возможно, слышно, как кот жжет китик. Я ему сегодня купила пакетик 800-граммовый. Хотела оставить на потом, потому что у него корм еще есть, но... Кот решил, что он чует этот пакетик. Приближаем. Приближаем с телефона. Я цыркуюсь на телефон. И приближаю белья. Круто вообще. Блин, жалко, что телефона-то это не дольешь. Придется скидывать как-то куда-то. Я даже уже забыла, как это делается. Блин, как супер-то. У меня, по ходу дела, этот товарищ... Я думала, что это глюк камеры. Ну, в смысле, глюк приложения этого самого Соньки. А это просто Дэкс. Уже помирать начинал вообще Дэкс какой-то этот. Ну, тот, который у меня умер. Он помирал частично. Теперь я уже понимаю, что он начал помирать примерно в момент, когда я его купила. Хе-хе-хе-хе-хе. Блин, круто. Так, меню. Дисплей. Ой, я вижу даже дисплей вот так. Можно сделать. Можно повернуть. О, можно повернуть. Как бы я... О, вот это даже можно сделать. Я потом посмотрю, как оно будет выглядеть. Можно обратно повернуть. Близко-близко приблизим. Правда, нельзя повернуть... Ну, сейчас мы штатичек вот так сделаем, чтобы повернуть вон туда. Там, к сушилке. Две коробочки, которые я уже обозревала, в которых была мать. Хотя... В общем, тут овер дофига, но может приблизить, конечно. Давай обратно, отближайся. Уползай, уползай, уползай. Я, кстати, дочитала, досмотрела. Ну, да, хотела сказать, досмотрела, но дочитала Тумангу. Там как бы сборник из четырех глав, но второй глава отсутствует вообще. Как обычно, те самые команды, которые меняют себя хрен за кем. Как вот мне предлагают... Из серии тех анимешников, не знаю, как даберов, как их назвать, которые отзвучкой занимаются. Вот есть команды, которые делают все тяпляп, нацепись. Берут проект и бросают его. Вот там первая часть есть, вторая часть нет. Но там она так заканчивается, что вторая часть уже не важна. Я дочитала эту главу. Забыла там, как название. Чё-то там про мир. Ты изменил мой мир или чё-то в этом роде. Ну, глава как-то по-новому называется. Я к тому, что вот на днях там мне одна компания прилагала сотрудничество. Я, наверное, такой конкретный лох, потому что я отказалась от суперкрутых больших денег. Но я не буду просто рекламить эту компанию, потому что, честно, когда они мне написали, у меня был некий такой диссонанс. Потому что это компания, рекламу которой я просто ненавижу в озвучке аниме. Потому что есть команды, которые переводят, значит, да, ну там озвучивают аниме. И у них вот, скажем так, ну если пианино растянуть на всю... Я сейчас покажу даже, я его поверну, чтобы было так вот. Вот это вот пианино. И вот я сейчас приближу его. Вот вторая часть пианино, вот после клавиатуры, если так вот делать. Это вот примерно столько. Одна вторая в лучшем случае. Одна треть в лучшем случае. В худшем случае одна вторая или две трети монитора. Экранчик анимешки занимает реклама определенной... Ну, скажем так, определенного казино сетевого. И вот люди, которые озвучивают аниме, и вот на эту рекламу они как бы сотрудничают с этой компанией. Это надо каким быть дном, честно. Или я слишком правильная. Мой товарищ сказал, что да, я слишком правильная. Ну, в смысле, я сказал, конечно, согласился. А другой товарищ называл меня почти святой. Потому что, как бы, святые, они обычно уже мертвенькие такие. А я такой живой. Короче, почти святая, дофига правильная Лёля отказалась от этой оперы. От суперлегких денег. Я так просто подумала, что чё вообще, как меня люди не поймут. То бишь, те, которые на меня подписаны. И вот вы, которые просто смотрите, и которые на меня подписаны. Как вы... И поставила себя на место людей. Я бы саму себя не поняла. Вообще не поняла бы блогера, который вдруг ни с того, ни с сего в начале ролика стал бы тележать. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Возьми вот этот код, зарегистрируйся. И будет тебе счастье, либо несчастье. Да, и как бы YouTube-то против вот этого всего. И риск лишиться монетизации за счёт того, за счёт какой-то фейховой, даже не с фейховой, скажем так, мнимой возможности, липовой возможности получить какое-то бабло эфемерное. Как-то вообще ни к чему. Причём, ну как бы сначала мне написали одни условия с предложением, а потом оказалось совершенно другие условия. Я бы, может, и скинула бы ссылочку, кто успел тут увидел. Но мне кажется, в этот момент никого не было, на моё счастье, на той странице моего канала. Потому что нигде больше я скриншотиков не видела в своей записи. Я бы как бы скинула ссылочку. Но там ссылочка подразумела картиночку, HTML-код, а он у меня как бы... Google до такого ещё не дожил, чтобы такие ссылки вставлять. Ну, как блог, допустим, вставишь ссылочку, буква-циферную, и она картинкой станет. И девидюшкой. На моё счастье, YouTube до этого не дожил. Ну, короче говоря, как бы я почитала, углублялась. Я же все правила-то всегда читаю. Так же, как на YouTube все прочитала. Я вообще стараюсь все правила читать там с теми людьми, с которыми мне сотрудничать в той или иной мере. Либо даже если это сотрудничество эфемерное под вопросом. Ну и как бы начала задавать интересные вопросы. А люди стали эти вопросы игнорить. Я думаю, они решили, что я дурак. Плюс отказываюсь от такой супер-возможности. Кстати, вон там у нас котик. Сейчас я обратно удалю это. Не получится. Котик. Надо опускать камеру. Почему телефон не умеет опускать камеру? Вот котик. Тишка. Во, моя рука. Короче, я решила, что я их удачно потроллила, потому что человек, который меня вводил изначально в заблужнение, ложный такой псевдоинформацией, псевдоусловиями, даже как-то это стало оправдываться. Короче, вот так. Ролик чисто посвящен тому, что я решила затестить эту приложеньку. Я помню, что в какой-то приблуде Sony рейдилась и даже рейдила все свои камеры. Но у меня, правда, две только камеры. Одна видеокамера, другая фотокамера от Sony. А тут, оказывается, регистрация не общая. Вот в этой приложеньке управления камерой другая регистрация. Хотя логин и пароль прошли. То бишь они как бы... Регистрация была изначально на самой этой фигне, она потом разделилась на две подфигни. И вот как-то вот. Ну, видимо, сайта стало два. На одном сайте внесены мои сумочка, которая камере-камера и фотокамера. А на другом вот даже моделей-то такой нету. Такие дела. Привет, зритель. Пока, зритель.